Барнаул обязательно станет IT-меккой Сибири, но для этого необходимо еще несколько лет активная помощь властей. К таким выводам пришли барнаульские разработчики интернет-сайтов, мобильных приложений и других информационных продуктов, когда подводили итоги двухлетней работы Ассоциации поддержки инноваций. Почти три тысячи человек за это время приняли участие почти в сотне мероприятий. Это и учебные экспресс-курсы, лекции, бизнес-завтраки, а также стартап-марафоны, где молодые специалисты за несколько дней буквально с нуля создают реально работающие программные продукты. А еще десятки трудоустроенных специалистов. Кстати, одна из причин создания Ассоциации как раз желание решить проблему кадров в IT-сфере. Ведь сейчас, по словам предпринимателей, вузы края выпускают не более 500 программистов в год, а это крайне мало. Прямо сейчас экономике нужно полторы тысячи человек. Прямо сейчас. Это те, кто будут устроены гарантированно в течение шести месяцев, шести-восьми месяцев. В течение года уже прям точно. Их просто вот наша экономика, наш рынок поглотит. Потому что кадровые проблемы есть всегда. Мы просто некоторые направления имеем и заказчики, и возможности. Мы просто их не начинаем. Например, Java-разработку мы никак не можем открыть, хотя у нас есть заказы. Просто не можем взять, потому что нет специалистов. В то же время, уверяет Денис Газукин, уже сейчас IT-отрасль приносит экономике Алтайского края почти 10 миллиардов рублей в год. Это 10% годового бюджета. Увеличить поток, уверен он, можно лишь при активной помощи краевых властей. Он надеется, что власти помогут и со строительством IT-парка, в котором разместится большой учебный центр. Его строительство, возможно, начнется уже в следующем году. Спасибо.